всем привет сегодня 11 июля в этом видео хочу вам показать озимый лук вот как видите я начал уже его убирать с грядки уже наложил тачку вот еще лежит накопанный вот он земле озимый лук смотрите будем его вырвался если вы никогда еще не выращивали зимний лук то немного о нем расскажу вам сажается он тыканкой цебулькой в конце октября можно даже в середине октября сажать и даже в начале ноября если теплая осень то время когда сажается чеснок сажается и озимый лук и так же самое на такую же глубину на такое же расстояние как чеснок ну чуть шире чем чеснок потому что луковицы растут большие и так сказать вам чем этот лук лучше летнего вот в этом году у нас была сырая много дождей весна а потом уже в середине мая и июня очень засушливые были мы посадили лук в середине апреля тыканку то остались без урожая этого лука а вот озимый лук он прорастает только взошел снег мы открываем листья да она на зиму он укрывается как и чеснок листьями можно агроволокном но только мы его раскрыли он даже еще даже под листьев он прорастает на улице уже тепло много влаги дожди идут эту жары и он растет набирает вес в общем погода для него самый раз европа все выращивает только озимый лук летний практически не сажают но так на экспорт точно на продажу и более того скажу весь шел супермаркетах на рынке продается сейчас сетках это все озимый лук я вот начал копать смотрите мы оставляем вот такой вот сорнячок у нас растет конечно проблемно с ним что надо его сейчас вырывать вместе с луком и как бы не украшает он нашу грядку там он смотрите дальше цветочки тут сорняк стоит ну в этом есть плюс что он тут есть сейчас больше 30 градусов печет жара и мы смело не переживаем что лук у нас попечется от жары вот он закрыт сорнячком туда солнце не напекает и он и попечется останется хорошем состоянии лук вырывается за ценят хорошо и тут вот видите красненький перейду к сортам расскажу какие же сорта я сажаю специально как бы ну утверждают специалисты ученые что эти сорта именно озимый лук не такой как мы летом сажаем озимый чем его разница не знаю например с обычным летним я пробовал вот луганский штутгарт сажать там ранний фермер тот тот тоже под зиму сажается зимует растет все хорошо ну а все равно отдаю предпочтение вот этим сортами гибридом которые сейчас вам покажу они супер урожайные 1 вот у нас стурон вот такая вот луковица вчера вот тоже я его выбирал уже видите высох хвостик жара на солнце положить обрезал его это самая крупная луковица давайте ее известен так да вот у нас белый белый лук тоже вчера его выбрал я вам потом покажу его перейдем смотрите 850 грамм это вот стурон вчера его вырвал и вот то сегодня тоже один из самых крупных это луковица у нас семьсот восемнадцать семьсот двадцать грамм поменьше ну эти такие уже на пол кило большие луковицы и станут средний вес 300 400 грамм луковицы большой я думаю если посадить его густо то будут маленькие поменьше луковицы это у нас вот red red кармен лук красненький я думаю что покажу сейчас вам они не взял ножик к сожалению в этом не я смогу разрезать вам показать давайте хотя бы скажу наберусь до его цвета ну вот он видите такой красный чем бы он было конечно не хочется лопатой хотя можно лопатой его рубнуть вот я отдираю вообще он идет красный с белыми прожилками вот такой вот лук 240 грамм этот лучок и этот 199 грамм луковица red кармен отличный сладкий вкус хранится до нового урожая зимой отлично лежит погребе ну и стурон тоже хорошо хранится так здесь у нас сноубол это белый лук белая такая кожура вчера его обрезал вырвал тоже сладкий отличный он ранний потому он раньше созрел уже посох полностью сухой сноубол давайте посмотрим его 280 285 я только две луковицы принес показывать он землю струшу этого это у нас лук купидо такой средне-поздний срок созревания у него похож на стурон но отличается тем что вот видите луковица но продолговатая есть и круглая встречалась ну вот он продолговатый такой я тоже не буду его взвешивать в районе 250 300 грамм луковицы повторюсь что мы сажаем его широко и за счет того что весна была дождливая хватало ему влаги и теплая урожай отличный лука получили и вот еще у нас тут я выдергивал это радар тоже средне-поздний хорошо хранится за много лет его сажаю тоже луковицы но ты поменьше где-то такие 200 250 грамм кто любит небольшой лук этот лучше так что вам еще рассказать ну вот радар купидо сноубол бежит белый рад карман и стурон это вообще чудо смотрите какие огромные то большая . то что самая большая продажа это старая . большая вот такой огромный лук так и давайте теперь пойду покажу вам летний лук я все без монтажа делаю у меня нет программы которые вот поэтому вот смотрите помидорчики у нас лес помидор 50 уже вот даже есть и спелые как видите а самый первый созрел в этом году помидор черри банана новинка от сибирского сада вот смотрите прям уже массово созрели вот и тут видите взорвал вот гроны листья не оборваны поэтому еще показывать его но тогда мы видно черри банана такие вот помидорчики фокусируйся такие черри банана с картофельным листом уже вечереют поэтому качество может быть не очень они созрели первыми урожай конечно у них не сильно так что большой а вот пришли летнему луку мы тоже тут не вырывали этот бульон мы его называем капустка видите он покрывает почву чтоб тоже луковицы не петлись это летняя посадка смотрите какие луковички давайте я вырву несколько буду убирать где большие взвесим это летний лук ну вот по сравнению с туроном смотрите на веса 84 грамма 75 если сравнивать ну совсем смотрите летний который 85 грамм и 800 не помню сколько грамм луковица так что рекомендую всем создать озимый лук кого интересует под видео есть ссылочка где его можно заказать единицей 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 единицей